Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посетим большой зоопарк в Анталии. Он находится в районе Кипес. И добраться из центра Анталии, а именно примерно от торгового центра Марк Анталии, можно досюда на трамваях Т1А, Т1Б. Сейчас мы с вами пройдем к началу этого зоопарка и посмотрим, что там со входом, сколько стоят билеты и как попасть внутрь. И встретимся уже там. Мы подошли ко входу в парк. Пришлось пройтись немножко, у газеты 500 метров. И мы подошли ко входу. Сейчас мы купим билет. Он примерно обойдется нам в 7 лир на человека. И уже пройдем внутрь и посмотрим, что там есть интересного. Итак, мы купили билеты. Стоят они 7 лир. На входе нас спросили, откуда мы, чтобы выдать карту путеводитель, на которой на русском языке написано, что здесь находится и как, докуда добраться. Мы подошли к первому интересному месту. Это искусственный водопад и пруд, где плавают утки. В целом, сюда приехало большое количество людей на машинах, так как по этому парку, зоопарку, проще передвигаться на автомобиле, так как даже по карте можно увидеть, что он достаточно большой. А сейчас мы вместе с вами пройдем через этот грот и переместимся к следующему интересному объекту. И прямо в начале сразу же. И после небольшого пруда сутками нас встречает вот такое вот пространство, где расположены места для пикника. Также можно увидеть, что здесь расположена парковка для автомобилистов. Как я и говорил, здесь удобнее время проводить на автомобиле, так как до каждого объекта можно добраться на порядок быстрее. Также после того, как проехав весь парк, можно здесь остановиться и устроить неплохой пикник. Ну а мы двигаемся дальше. И первое животное, которое нам попалось по пути, это был страус. Сейчас мы на него взглянем и переместимся дальше. Мы прошли немного вперед, и следующее животное у нас на пути, это фламинго. Субтитры делал DimaTorzok Также нам встретились кенгуру. Их здесь достаточно большое количество. Они, видимо, не большой породы, а карликовые, так как взрослых особей здесь не видно. Также на территории этого парка и зоопарка есть еще и детский зоопарк, который имеет несколько менее большие размеры, но в нем есть несколько интересных животных. Мы сейчас просто пройдем и осмотрим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА